Иосиф 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 В сегодняшнем Иоаннском чтении мы слышали о том противостоянии, которое возникло между Господом нашим Иисусом Христом и этим миром, и которое было вызвано тем, что сам Бог пожелал ради спасения человека стать человеком. По словам преподобного Максима Исповедника, Боговоплощение, в котором Сын Божий становится Сыном Человеческим, является главной причиной сотворения всего мира. Он становится необходимым в силу того, что человек, предназначенный стать образом и подобием Божьим, не мог сохранить свое величие и не устоял пред лицом искушения грехов. Нарушив заповедь Божию, человек отпал от Бога и тем самым стал смертным и тленным. При этом повреждение человеческой природы было настолько глубоким, что сам человек никогда бы не смог его исправить. Именно для этого Бог воспринимает в Себя полноценную человеческую природу и восстанавливает ее в Себе Самом, очищая ее от греха и всех его последствий. Однако, к сожалению, не все творение обрадовалось тому, что Бог стал человеком. На земле нашесть люди, которым эта новость принесла вовсе не радость и ликование, но злобу и гнев. Одним из таких людей был иудейский царь Ирод, который видел в родившемся младенце Христе не спасителя мира, но прежде всего претендента на свой престол. И поэтому, боясь конкуренции, Ирод решает максимально обезопасить себя и свой трон. Он приказывает убить в своем царстве всех младенцев мужского пола возрастом до двух лет. И это приказание Ирода было выполнено. В итоге, как гласит предание, в пределах Иудеи было истреблено более 14 тысяч детей. Не случайно при этом евангелист Матфей приводит слова пророка Иеремии, который Духом Святым предвидел данные трагические происшествия за много столетий. Глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Чтобы сохранить Богомладенцу Христу жизнь, Бог посылает к Иосифу-обручнику во сне ангела и повелевает ему «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Таким образом, благодаря бегству святого семейства в Египет, жизнь Христа Спасителя была сохранена. И только после смерти царя Ирода Бог вновь посылает своего ангела с вестью о том, что Иосиф, Мария и божественный младенец уже могут вернуться обратно, так как жизни Христа более ничто не угрожает. Читая сегодняшний Евангелие, мы должны осознать одну очень важную вещь. Всегда в любой период человеческой истории были люди, которые выступали против Бога. Эти люди, не имея возможности навредить лично Богу, пытались принести вред тем, кто в Него верил и кто был Ему предан. Именно на этом положении основывались всевозможные гонения на церковь и верующих во Христа людей. Но в то же время мы должны помнить, что Бог никогда не бросал своих верных и не оставлял их без Своей всесильной помощи. И даже если кого-нибудь настигали мучения, если кто-то был вынужден своей смертью засвидетельствовать свою верность Богу и Его заповедям, это воспринималось не как беда, но наоборот, как наивысшее для христианской души благо. Помня об этом, мы не должны бояться остаивать свою веру, и свою верность Богу. Мы должны помнить слова, с которыми Господь Иисус Христос обращается к каждому из нас. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова